Почти 20 лет на базе при Центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы работает офтермологический дневной стационар. Каждый житель округа может пройти там необходимое обследование и полноценный курс лечения. На первичном приёме врач спрашивает пациента о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний, измеряет внутриглазное давление, проверяет зрение по таблице Сивцева, проводит авторефрактометрию. Это позволяет выявить близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Уже на основании авторефрактометра можно понять, почему зрение такое низкое. То есть или ему нужно подобрать очки, начинаю ставить стёкла ему. Если очки не помогают, значит ищем проблему глубже. Мы ищем или катаракту, или глаукому, или дистрофию сетчатки. В отличие от катаракты, глаукома приводит к необратимой потере зрения. По словам окулиста, при этом в диагнозе никакие лекарства и операции уже не улучшат зрение. Но его можно сохранить на прежнем уровне. Главное – выполнять рекомендации врача. А при малейших симптомах заболевания сразу обращаться к специалисту. Какое-то пятно, какая-то мушка появилась, туман в глазу, тут же бежим. Найдите себе ориентир на расстоянии пяти метров, титры на телевизоре, часы, картина. Я сегодня также вижу, каждым глазом отдельно. Я сегодня также вижу вот эти часы с этого расстояния. И это можно делать и в очках, и без очков. Во офтальмологическом дневном стационаре проводят поддерживающий курс лечения глаукомы, диабетической ретинопатии и других глазных заболеваний. Обнаружили дистрофию сетчатки, и я с 2015 года была на обследовании в институте Гельмгольца. Там дали направление по месту жительства на лечение. Я прихожу сюда с 2017 года, два раза на год прохожу лечение. Чтобы попасть в дневной стационар, который находится при Центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы, необходимо получить направление от лечащего врача-офтальмолога. Продолжение следует...